А военкомат обо мне не знал, как я закончил школу, поступил, он все еще обо мне ничего не знал. И вот я закончил, и мама позвонила в военкомат, говорит, почему бы не замирать моего сына в армии. Так что это свинью подложило. Пока пошла медкомиссия, ты пался отыскать? Да, конечно, можно было сказать, не болезнен, но это не получится, потому что это будет чревато очень. По ориентации, потому что они там все сидят, военные, и в лучшем случае у тебя пропихиатр, в худшем случае в психушку на укол пойдешь. Но это как бы уже, нет, не считается болезнью, но там сделают так, что тебе именно это, гомосексуализм, и, конечно, такое-то другое расстройство личности, мы их услужили. Потому что мы там стреляли, копали, в основном нас заставляли косить траву в поле лопатами, такими маленькими совками. Это самое печальное, потому что ты сидишь, день просидел, ты траву косишь, понимаешь, что жизнь протекается, ты траву косишь в поле лопатой. Там очень воровство, очень разы-то. Вот, например, если там каждый командир, типа, будет, типа, ты у него будешь любимчиков, если ты ему что-нибудь там украдешь, кому-нибудь там, ну, башлат, там, я не знаю, перца, шапка, ну, все что угодно, но они как бы это приветствуют, типа, это плюс тебе будет за это. Ты завел себе друзей со служивцами? Ладно, вон, друга, и все. Дайвлс или кто-то бродит тебе нового. Друг мой хороший, друг мой хороший. Он на лицо симпатичный, он на пол, конечно. Он знал про твою ритацию? Нет, не знал. То есть ты никому не в армии? Нет, конечно, конечно, там очень опасно, ну, эти. Ну, я бы не, кажется, умер. Ты прям в дурой лего забили? Да. Ну, там подозрения были, конечно, мне кажется, и он мог бы бить себя. Мне кажется, это из-за голоса, но я не думаю, что это так. У нас просто стоим, они приходят, они пихнут у меня, и все. Разговор у нас тоже был, чуть до пиара палки не дошел. Это было вот из-за этого. То есть, напрямую кто-то сказал, что... Да. Я ничего не отвечаю, я пытаюсь отрицать. Главное, не бояться там этих служб, потому что они сами боятся получить. Ты. Я не чувствую. Если ты боишься, то они будут нападать. Вообще должны обеспечивать переодевание наше на период. Вот и зимний период начался. И там самое ты точно должен выдавать новые, там никому не дают новые. А мне вот мой командир говорит, типа, тебе нужно ради себе в шлат и зимние штаны. И мы пошли на такую огромную помойку куда-то. И мне пришлось рыться там, искать себе одежду. Потому что там крыса, там всего... Ты просто сидишь, вот там ее кайм вот так перебираешь, потому что тебе больше делать нечего. А на улице мороз. Если мы в части были, мы мылись здесь на... Бывший морг, это очень старое такое здание, там вот как бы это баня, но это не назову баня, это просто вода из чё. Вот. И там как бы вот эти вот... Как похоже? Такие подиумы бетонные. Я думаю, на них вот так вот эти полоски стоят. Обычно у них трупов отмывают. Кто из твоих близких знает о тебе всё, кто знает, что ты гей? Друзья? Друзья? Радиционер. Человек, которые родители, потому что я... Они очень сильные патриоты, очень хорошие люди, да, просто посадят. Сюда они будут на электрический стол и всё. По поводу друзей. Как они отреагировали, когда узнали? Ну, вначале об этом узнали бы одногруппницы. Они сказали, что, по-моему, догадывались. Ну, как будто и непрежительно высказываются, а, по-моему, это ты... Растраиваешься из-за этого? Да нет, меня расстраивают. Просто игнорируешься? Ну, к этому привыкаешь, когда тебе постоянно вокруг, вот с каждого угла такой, говорят, ты уже, как бы, к этому... Ну, чё, так... Мне приятно, мне нужно что-то сделать с этим. Как ты видишь себя, я не знаю, там, в 30-35 лет? С работой. С домом. С десятью кошкой. В Париже? Нет. Почему? Ну, и там придётся детей заводить. Я не люблю детей просто. Если дети там, это точно не в России будет, потому что психу против ребёнка не хочется. Ну, ты бы хотел переездить? Конечно. Куда? В Париж, мне нравится Париж очень сильно. Во Франции разрешен, наверное, полный брак? Ну, я знаю. Это одна из причин? Ну, это одна из причин, просто мне нравится страна, город. Если переезжать во Францию, хотел бы ты заключить брак? Ну, мне это выгодно будет, во-первых. Если со мной брак, я говорю, значит, я получу гражданство. Ну, а так, если по любви... Да, мне кажется, это не поменяет особой суть. Продолжение следует...